здравствуйте дорогие мои друзья ну что же со вчерашнего что это что ли дня руководство агентства россии сегодня который возглавляет путинский пропагандист киселев теперь талибов не надо называть организации запрещенной в российской федерации да вот террористический а их надо именовать знаете как при упоминании талибана организации находится под санкциями он за террористическую деятельность есть разница то есть это он признает их вот этими террористами они коем ни в коем случае не россия то есть вот видите дружба не зря не зря бородатые зайцы катались в россию не зря они братались там с лавровым я не знаю там заказывали себе калинку малинку в исполнении захаровой там к себе наверно в номер не зря все это было то есть как бы договоренности просто сказать все это это российская власть то есть российское правительство и вот эти талибы как говорится признаны всеми и в том числе и россии в какой-то момент террористами сейчас являются государственной властью а значит мы с ними дружим вообще нормальные бородатые ребята они все как надо и даже они оказывают влияние на российскую власть видите после дружбы с талибами как бы голые части женских тел тоже как бы стали под запретом если они присутствуют на красной площади или не даю возле рядом какая-то воинская часть все друзья мои то есть тоже похоже знаете влияние талибов еще кто кем управляет я смотрю то есть похоже да кто твой друг ну вдруг нашего правительства похоже вот это запрещенное то есть нет так нельзя теперь говорить запрещенной в российской федерации на террористическая организация а признанная оон за террористическую деятельность еще не доказано мало ли что там он может наговорить ну друзья мои печально печально а признаки вот все на лицо значит боротались с талибами теперь дружба навек еще чуть-чуть и посольство наверное россии все будет все будет на мази а к чему я это друзья мои ну вот кризис белоруссии что беженцы вдруг найти как вот раньше в это в магазинах белоруссии которые поставляли продукты образовывалась креветки еще что-то какая-то то что невозможно найти в белоруссии перемаркировалась из европы и поставлялась то есть что знаете в белоруссии образовалась вдруг какое-то море как морская держава хотя мы знаем что выхода к морю у белоруссии нету может быть конечно к сожалению но все-таки значит с территории белоруссии сейчас целый скандал то есть холодно и беженцы огромное количество там больше 400 человек на границе как-то образовались найти в такой стране в тоталитарной где там муха без разрешения батьки лукашенко не проскочит вдруг неожиданно откуда-то образовались вот эти беженцы нормально из из афганистана из ирана то есть а именно оттуда то есть договоренность видимо поставлять до талиба выдавливают еще неизвестно кто там в этом в этих рядах тоже вполне возможно боевики пришли чтобы прорваться в европу почему распоряжению откуда то есть как вы целенаправленно найти столько там мелких групп переходила а сейчас уже по 400 человек чтобы прорваться европа как бы польша реагирует там танки какие-то хотя это но с одной стороны психологические давления но таких ситуациях понятное дело что вроде как мирных людей но останавливать танками не по понятиям и этим но россия довольна это мария захарова видно хватанулой говорит ну что проявите креативность издевается на европейцы проявите креативность там типа давайте оплачиваете то есть такие шаги уже по отношению к европе на вот этот вот султанка султан эрдоган предпринимал и гнал людей туда под соусом в этом как бы ли ливию разбомбили еще там и вот теперь получаете я через через свои границы осознанно в грецию буду гнать вот эти эшелоны этих несчастных людей кризис а теперь батька та же самая схема европа его не признает щемит позвонил пути сказал что делать будем а мы им сейчас устроим под под нагадим под дверь как на вот иметь такого соседа который каждый раз вам готов под дверь наварить большую кучу но это великолепно улучшить ли это отношения вот такие и как бы мы ни при чем опять мы ни при чем и марии захарова и этот лавров с удовольствием с издевательством ну что съели где ваш теперь толерантность что в этом танки против мирных людей заборы поставили не пускаете а мы им поможем спецслужбы белоруссии спецслужбы россии будут помогать этот поток будет идти то есть прямой шантаж и как как будут относиться даже ну вот примеру до европа съест это ну как они относиться ну боязнь понимание неадекватности соседей естественно в любой момент они понимают что точно также как бы вроде нормально да там русский газ все в порядке но в любой момент будут шантажировать вот этим вентилем крутить туда-сюда то есть надо я теперь понимаю раньше я тоже думал уж уж они там мы газ поставляем ну как бы все то не мы не мыть мы понимаешь и не мы и газ не наш а путинский и он его просто продает да и при этом еще шантажирует то есть иметь такого партнера ну знаете не пожелаешь врагу и понимаешь почему то есть не потому что европейцы какие-то глупые что лучше как бы даже сжиженный газ покупать в два раза дороже да но зато ты как бы спокойно ты понимаешь что ты паник покупаешь не у бандюгана который в любой момент там только и ждет как бы тебя кидануть или как-то воспользоваться твоей слабостью ну слабостью европы до пользуется пользуется батька приносит вот уважение это кому-то да вот этот шантаж там эти как они от там оказались да вот как эти беженцы там оказались что для российских граждан как бы он ну заезд на белоруссию несколько ограничен на своем транспорте да вот это вот он ограничил потому что боится что туда приедут какие-нибудь чвк и будут устраивать против него что сидите вроде союзники друг другу абсолютно не доверяют что это говорится наш пляшивый вождь что вот этот вот картофельный диктатор найти и все манеры те же и рда гаша тоже ну вот щемит своих да вот ну любят его в турции не думаю всем и на его эти амбиции что там великая великая османская новая османская империя ну на самом деле простым людям не нужно это да нет тоже беженцы тоже вот куда-то нам все речет какую-то бузу вот туда-сюда вот развлекается сам насквозь больной до человек на одной ногой ты в могиле стоишь ну чего тебе это ну что ты какой ты след хочешь в истории оставить кровавый какой вот белорусский этот президент что он хочет какой он след все равно уже уже не сотрешь из памяти вот эти дубинки и избиения и ну не сотрешь это ну вот это тоже что он там какую-то российскую империю возродить собирается но тоже уже он так вот так жидко на прудонил что ну уже вонит он не уберешь никак все равно считаю что да мы сейчас там купим фильмы создадим великий могучий там посадим там какую-то дочку премянничка чтобы они восхваляли не получится не получится будет конечно крах но страдают же люди и те же беженцы да там их талибы гонят здесь здесь при приглашают пожалуйста транзитом в европу беда друзья моя беда так и до войнушки такой настоящий недалеко очень недалеко с такими с такими соседями провокаторами ну и понятно этим всем выгодно они все равно в бункерах будут сидеть а посылать посылать ребятушек и часто эти обычно идут знаете люди ну как бы русские люди бросают их в топку а потом победа на победа над чем над кем печально друзья мои совершенно не смешно абсолютно не смешно вот вот прямо осознанно и так и так хреново да и так все всем хреново они еще вот это вот накручивают давайте мы устроим здесь все друзья мои пока счастливо